Девушки отдыхают Но счастье было недолгим Закон разлучил отца и сына Так может быть закон соединить любящие сердца Разрешив такую малость, как тюремное свидание И у меня так за месяц так получилось Прям капиталик сложился Как бизнесмен стала Наивная старушка заключила договор ренты И надеялась на помощь А в итоге стала работать и делиться прибылью С новым собственником квартиры Бабуля уверена, что ее обманули И требует отменить кабальный договор И вы все время от меня отворачиваетесь Вам очень неудобно сейчас Говорить то, что вы говорите Вы все время пытаетесь Вы не хотите смотреть мне в глаза Мужчина заявляет, что не регистрирует Свою семью в квартире, где он является Ответственным квартиросъемщиком В целях экономии Сообщает, что в случае прописки всех членов семьи Коммунальные платежи съедят Значительную часть его зарплаты Оставайтесь с нами Геннадий Кривцов Представляет в суде интересы своего сына Подает иск об определении порядка общения с ребенком Ответчик Мария Сметанина Учительница младших классов из Реутова Возражает против любых встреч сына с отцом Ваша честь Невестка Вот в течение года не дает Сыну встречаться со своим ребенком После развода Она сразу как-то Я представляю здесь его интерес У меня доверенность на представление Да, через судебный пристав Передайте, пожалуйста Всевозможное препятствует Она забыла Кто семь лет поднимал ребенка Кто покупал самые лучшие вещи Шмутки, игрушки, компьютеры Самокаты, велосипеды Все это забыто А вы скажите суду, откуда эти деньги? Покупалось ли? А то, может, воровалось это все? Мария, от сумы и от тюрьмы Православные не зарекаются Я на себе это испытываю Я смотрю, Геннадий Иванович Вы аж три раза Если я вас правильно поняла Простите, пожалуйста Ваш сын отбывает наказание Я посмотрела, сейчас доверенность заверена Просто руководителем Исправительного учреждения Да, сидит уже Да А как вы тогда планируете Если ваш сын отбывает Ваша честь Как общение-то с ним установить? Я его буду возить туда Куда? В колонию На зону На зону Он хочет возить Вы что, вот это серьезно говорите? Ребенку восемь лет А он его хочет на зону Ребенку восемь лет Купе Я буду его сопровождать Едем туда Пообщаются они В шесть часов Восемь часов на дорогу В шесть часов там Восемь часов обратно Представляете, в эти условия Он хочет ребенка повезти Она же что угрозила Что придумала? Сказала Внуку Что отец погиб Что нету его У того истерика Нервный срыв Мне сказали Я встретился с ним Поговорил Ну Объяснил ему все Ну плохие дяди подставили Что он в тюрьме Что скоро выйдет И все будет по-прежнему У мальчишки глаза заблестели Понимаете? Ну любит он его Они друг друга Они вот Органично так жили Что я не знаю И он стал проситься Отвези меня Я хочу встретиться С папой И все Марина дыбы встала Только через мой троп Понимаете Простите А брак расторгнут? Вы расторгли брак? Да Брак расторгнут У меня есть свидетельство О расторжении брака И соответственно Есть свидетельство О рождении сына Ну и какой график общения Вы просите установить? График общения Раз в месяц Суббота Раз в месяц Общее свидание И раз в полгода Длительное свидание То есть Здесь я не вижу Никаких сложностей Он же не с чужим дядей поедет Он ко мне прекрасно относится Так Мне приговор пожалуйста Дайте Есть у вас копия приговора? Передайте пожалуйста Так Я вас слушаю Пожалуйста Ваша честь Я категорически против Чтобы маленький ребенок Ездил на зону Ему всего 8 лет К нашему сыну А муж у меня вор И вы представляете Поедет он с Геннадием Ивановичем Который между прочим Тоже вор Тоже вор И трехотки имеет Вы представляете А вас кто подставлял интересно? Ну Я это не он А он это не я Спасибо Вот я такое Сын не хочу Что ребенку делать на зоне? Сначала я вообще не знала о том Что мой муж вор Вот все это выяснилось Естественно уже когда арест свершился И про Геннадия Ивановича Я вообще ничего не знала об этом Я даже в жизни не могла представить Что такая как бы Приличная среду семья Оказывается просто семья воров У нас в доме все было нормально Истерия простите Отвечка Вы так употребляете Вы знаете как Квалификацию даете Скажите пожалуйста Вы отбывали наказание? Да Ваша честь Трижды? Да Трижды по молодости Все По глупости Статья? 158 Старого? Нового? Старого? Старого Пожалуйста Ну вот представляете У них целая династия сложилась И они обязательно просто сына могут Утянуть в эти свои махинации Я не хочу Чтобы ребенок Присутствовал И жил в этой среде Вот абсолютно Мне это не хочется У ребенка Школа У ребенка Кружки Спорт И так далее А сын Простите пожалуйста Тоже за кражу Да? У сына Да Кража Будьте добры Пожалуйста Свидетельство о рождении ребенка Свидетельство о расторжении брака Так органы опеки Давайте Ваша честь Конечно Родители не выбирают Так сложилось Мужей мы можем выбирать Там нравится Не нравится Из какой семьи Это уже другая ситуация Но при всем при том Что папа Отбывает сейчас Срок в колонии Ребенок действительно На тот период Пока он жил Семьи до 7-8 лет Они очень привязаны Друг к другу И конечно И психологически Разрывать Но самое главное Был самый сильный удар Для ребенка Когда мама сказала Что отца нет Что он погиб Понимаете Для него это действительно Был сильнейшим ударом Что касается Значит свидания Вы знаете Наверное То что просит Уважаемый Истец Это слишком много Раз в месяц Мы предлагаем Рекомендуем Суду Возможно Если это разрешат Опять же Скажем По суду Может быть Малолетним детям Вообще-то в колонию Как таковой На свидание Их не пускают На территорию колонии Никогда Но при всем при этом Понимаете Я считаю Что может быть Еще каким-то образом Я не знаю Может быть Переступив закон Может быть Просто буквально Валяясь в ногах У руководителей колонии Может быть Это и разрешат Да нет Ну хорошо Становить график общения Один раз в три месяца Разрешит Там В приписочка Поваляйтесь в ногах У начальника Может быть Он вам разрешит Да это конечно Смешно звучит Но при всем при этом Раз мы вышли в суд Я просто говорю Я знаю о том Что нельзя этого делать Что малолетних детей Не допускают Скажем Или решение Которое может быть Затруднено к исполнению Понимаете Вы сейчас просите Принять суд решения Которое неисполнимо Я понимаю Я понимаю Что могут быть Разные ситуации Когда В порядке Исключения В настоящие Как они сейчас Как они называются Вот это Гуин Или как там Сейчас по-новому Я плохо ориентируюсь В этих названиях Там Ну например Когда Кто-то из родителей Отбывает наказание Находится при смерти Да Или ребенок Остался сиротой Или там Опекун обращается Есть исключительные случаи Но в конечном итоге У нас в колонии Все-таки Не на необитаемом острове Находится Это называется Исправительным учреждением Но вы просите В суде Установить график Общения С человеком Осужденным Который отбывает Наказание Ваша честь Извините Природ А вот если он Выйдет Там без конвоя Допустим Будет ходить Потому что я разговаривал С начальником колонии Тоже нет Он находится В меняем фразу Повалявшись В ногах у начальника Когда меняем фразу Если начальник разрешит Конвою Вывести его За территорию Это что за Нет не конвою То есть он Без конвойно Уже будет Работать Это давайте Либо по УДО Либо пусть Вторую часть срока Отбывает В колонии поселения Нет проблем Колония поселения Это другое Согласитесь со мной Там территориальный принцип Другой Там охрана Другая Там как бы Порядок общения С родственниками Другой Это облегченная система Здесь он отбывает Срок В исправительном Учреждении Колонии Общего режима Я только из-за того Что он вот Письмо прислал И слезно просит Нет ваше заключение Пожалуйста Предоставь Помоги Сделать Нет Я понимаю Что органы опеки Они как-то так Вот видимо Прониклись Желанием мальчика Чисто ребенка Из-за интересов Вы знаете Как-то вам было Настоятельно Более жестко Объяснить СУ Что нельзя Можно требовать У суда Но у суда Можно требовать Исполнимости Решение Глядя Не вводите Не покажет Заключения И ей Решение Оставайтесь В местах Свидание Детей Поэтому в данной Ситуации Истец Ваши требования Вашего сына Не основаны На законе И кроме того Суд не может Согласиться С этими требованиями Поскольку Принятие Судом Такого решения Сделало бы Это решение Неисполнимым Суд не может Принимать Неисполнимые решения Истец И ответчик Суд огласил Своё решение Благодарит Урганной опеки Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда В иске Отказать Я не понимаю Почему Отцу Со своим Родным сыном Нельзя обидеть Что это за закон Я помню Советское время Можно было Привозить детей На свидание Это же не закон Это противозаконие Какое Мой сын уже Сейчас играет В компьютер В игру Воров И полицейских Я считаю Что пора прекратить Эту тюремную романтику А теперь Вернёмся В зал суда Ответчик Ирина Григорьева Пенсионерка Живёт в Смоленске Предъявляет Иск о расторжении Договора ренты Из-за невыполнения Ответчиком Обязательств по договору Ответчик Юрий Толмачёв Водитель из Смоленска С иском не согласен Утверждает Что нет оснований Для расторжения договора Я в общем хочу Ликвидировать договор Пожизненного содержания С сожживением Договор ренты Со своим племянником Потому что он Не выполняет Ваша честь Свои обязательства По этому договору А был дел так Я очень сильно заболела Больница была Долгое время А племянник у меня Один И мне вышло А у меня очень Квартирный Этот За квартиру Было много Долгов Ну а тот племянник Мне предложил Давай составим Вот этот Договор этот Ну и составили С самого начала В первую очередь Он мне Отдал 250 рублей Тысяч 250 тысяч Ну Потом он сказал еще 7 тысяч Будет мне платить Каждый месяц И за квартиру Будет платить Ну что ж Я согласилась Вот Вышла из больницы Все заплатила Долго я пролежала Дали мне Третью группу Инвалидности Работать нельзя Невозможно По инвалидности Сил не было Ну и Все бы хорошо Но Было это Год назад Этот договор Мы составляли И вот Полгода Он платил Все как следует По закону А потом вдруг Полгода Перестал вообще Платить Ни 7 тысяч Ничего Что мне делать Оставалось Вы представляете Я вообще Прям была В трансе Вся Ну и что Я говорю Че А он говорит Я так Поизносился Ну я тебе Все свои Сбережения Отдал Вот 250 тысяч Вот Потом за полгода 7 тысяч Он мне отдавал Ну там Приносил Какие продукты Ничего не скажу Родной же Племянник У меня больше Родных-то нету Он один у меня Ну и вот Он мне и говорит Слушай Давай так сделаем Иди Давай сдавать Я все равно Ведь там не живу Сдавай квартиру Какую Хоть одну Хоть две Ну Я говорю Где я их найду-то Этих Квартирантов А он говорит А ты Напиши Такую Бумажку Сдаю квартиру Мигом набегут И ступай в автобусную остановку Или на этот На вокзал Ну я так и сделала Все сделала Пошла на вокзал Ой Правда Мигом нашла И Оказывается Что выгодно Сразу сдавать На один день Я и На сутки В общем-то За сутки Я брала Тысяч пятьсот В сутки И у меня так За месяц Так получилось Прям капиталик Сложился Как бизнесмен Встала Ты тысяч пятьсот Значит за сутки Восемнадцать тысяч Я набрала В месяц Этот мой Племянничек Хоть он не родной Мне его жалко Узнал про эти мои Это бизнесские дела И говорит Что же это такое-то Это собственность моя Мы с тобой договор составляли Вроде квартиру Ты мне отдала А деньги ты получаешь Я говорю Да ты мне сколько не платил Полгода Я Как-то он Позанимала у всех Потом отдавала Теперь вот что А он говорит Нет Давай так Вот сколько ты в месяц заработала Я заработала Восемнадцать тысяч Подсчитала Вот десять тысяч Мне отдай А семь тысяч Говорит Которые тебе положены От меня Себе возьми Вы представляете Вот такие вот дела У меня с ним Ну чего делать Погоревала я Нечего делать Отдала ему эти деньги Простите Какие эти Десять тысяч Которые я Жильцов Восемнадцать тысяч Ну А я поняла Истец Скажите пожалуйста То есть если я вас Правильно понимаю То ответчик взял Брал на себя Обязательство По договору ренты Выплачивать вам Материальное содержание Семь тысяч рублей Который перестал выплачивать Каждый месяц Но при этом Единоразово При заключении Договора ренты Вы получили От ответчика Двести пятьдесят тысяч Сейчас вы поняли Сейчас вы поняли Что сдавая Как бы там На сутки Вы можете самостоятельно Прожить без ответчика Поэтому у меня К вам вопрос Скажите пожалуйста Вы понимаете Что при расторжении Договора ренты Ответчик Будет иметь возможность Взыскать с вас Двести пятьдесят тысяч Рублей Которые были оплачены Как разовый платеж Ну и что Я пенсию получаю И я же поняла Что теперь Буду пускать жильцов И я ему могу отдать Эти деньги Мне договоры ренты Пожалуйста Пожалуйста Ответчик Я вас слушаю Ваша честь Я категорически Этот иск не признаю Я в принципе Не вижу никаких оснований Для расторжения Этого договора И я попытаюсь доказать Что этот договор Нельзя ни в коем случае Расторгать Вот в чем дело Во-первых Действительно Я свои обязанности Начал выполнять Квартира перешла В мое пользование Начал выполнять Я двести пятьдесят тысяч Ей одновременные пособия отдал Я семь тысяч Ежемесячно выплачивал Переводил на сберкнижку Полгода Полгода, да Затем Вот кучу продуктов Каждую неделю приносил Вот все чеки Квитанцию у меня сохранились Да какие продукты Молоко и хлеб Ваши Молоко, хлеб И колбасы И консервы Из самых дорогих супермаркетов Затем Смотрите Ежемесячно Я три двести платил Квартиплату То есть никаких Мужд она у меня не знала Прошло полгода И вот вы знаете Она мне заявляет о том Что ей жить одной страшно А мы договор Совместного проживания При этом с ней не заключали Поэтому она просила Разрешение поселить С собой подругу Проходит время Я узнаю Что не подруга Никакая с ней живет А студентка Сдает она студентке Квартиру А потом уж и студентка Это пропало Я ее нашел Она у нас сейчас здесь Как свидетель присутствует Причем она присутствует Сейчас тоже покажу Она ходит на вокзал С табличкой Она бред какой-то несет Что я ее там заставлял С табличкой На вокзал выводить Идет на вокзал Берет там проститута Сама ночует У соседей Или на том же вокзале И вы представляете Во что превращается Квартира Она превращается В настоящий притон Я однажды случился пожар Комната выгорела Вот акт пожарной инспекции Вот заключение о том Что ущерб составил 20 тысяч Я еще и эти деньги Был вынужден заплатить За эту квартиру За ремонт Вот такая у нас ситуация То есть если сейчас этот договор Расторгнуть Там будет настоящий притон И неизвестно Что с этой квартирой будет Женщина окажется на улице В конце концов Она сгорит до тла Просто-напросто Ничего не будет И вот девочка Которая сама Истец 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 Пожар был? Пожар был Ее дома не было Дома был Подождите Ответчик возмещал Ущерб В размере 20 тысяч Возмещал? Это я не знаю Что это там Какой пожар Нет Подождите Я же Отдавала квартиру То у соседки ночевала То ночевала на вокзале А там жили люди Истец Истец Ответчик сейчас мне передаст Акт пожарной технической экспертизы Этот акт он составит Конечно Он Не он Простите пожалуйста Передайте мне пожалуйста документы А у меня еще есть свидетель Которая Ответчик я поняла У нас акты составляют следователи Дознаватели Министерства по чрезвычайным ситуациям А не ответчик Ответчик наверняка Сейчас вот Вот Не ну видите Он говорит Не заставлял А он сам мне эту идею дал Пускай жильцов Подождите Истец Вы же говорите Да вы говорите Что ответчик перестал платить деньги В этой ситуации Ответчик представляет Документы Подтверждающие Что Если он в какой-то момент Перестал платить 7 тысяч рублей Но при этом Он возмещал ущерб Который причинен пожаром Который естественно Был возложен на него Потому что он является Собственником жилья И поэтому с него Стали требовать деньги И соседи видимо в том числе Если я правильно понимаю Конечно А я ему 10 тысяч дала Вот за месяц За месяц я 20 тысяч заработала 10 тысяч ему дала Вообще вы раньше говорили 18 18 Да 18 Или 20 Нет 18 18 А 10 тысяч Он взял себе А остальные Говорят тебе А будьте добры Пожалуйста Вы можете чем-то подтвердить Что вы передали Ответчику 10 тысяч рублей Да нет И как я могу подтвердить Если он говорит Что он даже Меня не посылал То есть вы не можете Это подтвердить Не, ну вы сами подумайте Я бы могла сама Так же пускать жильцов В одну комнату А в одну комнату Я поняла Я поняла Только вы не понимаете Наверное Следующего Что как Когда подождите Незнание законов Да нет Я не знаю законов Да нет Простите пожалуйста Что я так вынуждена Вам сказать Это у вас отсутствие Чувства самосохранения А не незнание законов Когда вы приводите Жильцов к себе С вокзала Вы должны понимать Что вы приводите Людей Вам мало знакомых И что они могут В этот момент Сделать в квартире Вы этого не знаете Ну да И как они могут Украсть документы И после этого Обратиться К Простите меня пожалуйста К черным риэлторам Так называемым Вы это понимаете Или нет Ну чтобы денег побольше Чтобы ему отдать Истец Вы не бедствуете Истец Простите пожалуйста Я могу сделать вывод Из тех документов Которые мне ответчиком Представлены Вы не бедствуете Понимаете Потому что ответчик Представил документы О покупке продуктов Достаточно дорогостоящих Он вас обеспечивал Этот период времени Ну вот Так пригласите пожалуйста В зал свидетеля ответчика Свидетеля ответчика Породите Ермакова Ольга Николаевна Ваша честь Действительно Я проживала У Ирины Сергеевны Полгода назад Но потом Через какое-то время Она попросила Меня съехать Видите ли Кто-то ее надоумил Что можно будет Посуточно Все это сдавать И мне в общем Пришлось уйти Расскажу Как дело было В общем сначала Я ей дала 8 тысяч рублей Ну правда Мы договор не составляли Единственное Была расписка Вот И затем Она попросила Съехать Через какое-то время Мне нужно было вернуться За своими личными вещами За книжками Вот И мне открыла дверь Одна женщина Очень неопрятного вида И у нее на лице Было написано Точно Чем она занимается Простите пожалуйста Ну как Вот вы пришли Прямо на лице Написано Но она очень была Неопрятная Ну хорошо Неопрятная Неопрятная Вы мне сейчас Рассказываете то Что истец И не отрицает Я просто не хочу Чтобы она на улице Осталась Если будут и дальше Приходить такие личности Например Как в тот день Я просто застала Возможно там И действительно Командировочные живут Но в тот момент И мне не показалось Что это именно Командировочные Потому что женщина Достаточно доверчивая Раз она пускает Такие Ну как-то контингент Потому что Очень выпившая Была женщина И какой-то хохот Пьяный мужиков Там был Слышала Она мне даже Конечно не пустила Та женщина в квартиру Она только Шишки отдала Свидетель Я могу С одного раза Понимать Что вы мне хотите Сказать Да Просто мне не хочется Чтобы ее окрутили И оставили на улице Хорошо Я вас поняла Это лишнее подтверждение Того что договор Вот этот вот Опасно разрывается Отвечек Суд удаляется А принятие решения Прошу всех встать Далее в программе И вы все время От меня отворачиваетесь Вам очень неудобно Сейчас Говорить то Что вы говорите Вы все время Пытаетесь Вы не хотите Смотреть мне в глаза Мужчина заявляет Что не регистрирует Свою семью в квартире Где он является Ответственным Квартиросъемщиком В целях экономии Сообщает Что в случае прописки Всех членов семьи Коммунальные платежи Съедят значительную часть Его зарплаты Оставайтесь с нами А теперь Вернемся в зал суда Прошу всех садиться Суд оглашает решение Принятое по делу Суд заслушав Исковые требования Са возражения Ответчика По заявленным Исковым требованиям А также Опросив свидетелей Со стороны Ответчика Рассмотрев все Представленные Доказательства И документы Оснований Для удовлетворения Заявленных Исковых требований Не находит И оставляет В действии Ранее заключенный Договор пожизненного Содержания С иждивением Рентный договор При рассмотрении Данного дела Суд установил Следующее обстоятельство Ссылки ИСА на том Что ответчик Не исполняет Взятые на себя Обязательства Не подтверждается Фактическими Обстоятельствами Дела Ответчик В соответствии С условиями договора Первоначально Внес взнос В размере 250 тысяч рублей Который не определялся По условиям договора Как содержание ИСИЦы Поэтому ссылки ИСА на то Что у ответчика Образовалась Задолженность В размере В размере 42 тысяч рублей Суд может рассматривать Как задолженность Погашенную Почему? Потому что Во-первых Ответчик добровольно Возместил ущерб В размере 20 тысяч рублей И кроме того 250 тысяч рублей Как единоразовый Платеж Суд рассматривает Как достаточные Денежные средства Которые При получении Которых ИСТЕЦ Не была поставлена В трудное Материальное положение Исходя из показаний Свидетелей А также той позиции Которую Подтвердила В том числе ИСТЕЦ Что она сдает Указанную квартиру На условиях Суточной оплаты Малознакомым Не установленным Или Или категории Лиц Чью личность Невозможно Установить Суд считает Что в данный момент Расторжение Договора Ренты Может существенно Повлиять На имущественные Права Самой Истицы Поскольку Вы Если квартиру После расторжения Договора Ренты Суд должен был Вернуть квартиру В вашу собственность Вы вновь стали бы Собственником Суд опасается Рационального Использования Данной квартиры С вашей стороны Как ее собственника Поэтому Исходя из всех Обстоятельств По делу Суд считает Что ответчик Должным образом Исполняет Взятые на себя Обязательства В полном объеме И поэтому Оснований Для расторжения Договора Ренты Не находит Истец И ответчик Суд огласил Своё решение Благодарит свидетеля Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда В иске Отказать По моему примеру Подумайте С кем заключать Ренту С родственниками Или С чужими людьми А то Останьтесь без квартиры Как я Прежде чем заключать Думайте головой С сегодняшнего дня Мы прекращаем Всю эту посуточную Сдачу нашей квартиры Я переезжаю В своей тётке И начинаю жить Вместе с ней А теперь Вернёмся В зал суда Истец Марина Шалыгина Живёт В Пензенской области В рабочем посёлке Хочет Чтобы муж Зарегистрировал Её И их общих детей В своей квартире Ответчик Геннадий Шалыгин Работает водителем Заявляет Что у него Есть веские причины Не регистрировать Свою семью Пожалуйста Истец Обоснуйте Ваши исковые требования Я прошу Вашу честь Обязать моего мужа Зарегистрировать Меня и моих Дух несовершеннолетних детей Дочери 4 года И сыну 6 лет В нашей квартире Где мы проживаем Дело в том Что квартира муниципальная И главной квартиры съёмщиками Является мой муж Простите Истец У нас нет теперь Ответственного квартиры съёмщика У нас есть договор Социального найма И есть наниматель По договору И вот за 8 лет Он до сих пор Не обязал себя Наш зарегистрировать Дело дошло уже до того Что я зарегистрировала Наших детей В доме В деревне Своей мамы Которые у нас В аварийном состоянии Он не думает о том Как мне детей В садик устраивать Как нам в поликлинику Ходить с детьми Сейчас ребёнку старшему Вообще в школу нужно идти Мне приходилось Наших друзей Просить Умолять Чтобы они нам Хотя бы временную Регистрацию сделали Я Ваша честь Сколько раз К нему не подходила Ничего не помогала Он придумал Всё что только можно Для этого Я уже Да ничего я не придумывала Подождите Подождите Естественно Вы совместно проживаете Да Мы совместно проживаем И он занимается Воспитанием детей Да Он занимается Воспитанием детей И брак между вами Не расторгнут Нет Мы в законном браке Хотя начинали жить Как бы гражданским браком Но после мы его Зарегистрировали Дети на нём Как бы записаны Вот Он является ихним отцом Так Ну понятно Мне пожалуйста На свидетельство О заключении брака Да вот пожалуйста У меня свидетельство о браке Подождение детей Ответчик У вас есть договор Социального найма Да Квартира Ну есть Нет не поняла Вы что боитесь С ним расстаться что ли Вы считаете что я что Его сделаю Спрячу Нет Тогда отдайте мне пожалуйста Через судебного пристава Отдайте договор Так Ну теперь расскажите мне Пожалуйста Ответчик Я вас слушаю В чём причина то Почему вы отказываетесь Хотя бы детей зарегистрировать Ваша честь Я крайне не согласен С этим иском Всё что я не делал Я делал только на благо Благо своей семьи А то что я не хотел Зарегистрировать жену и детей На это есть причина Не одна причина А первая причина Вот красавица Мы с ней Уже об этом говорили Кстати Мы начинали жизнь В гражданском браке Она не захотела Регистрировать брак Родилось двое детей Для того чтобы получать Пособие Как мать-одиночка Она отказалась Регистрировать брак Она даже Второй момент Решила сэкономить На коммунальных платежах Не захотела прописывать Детей и себя Прописала Себя и детей В частном доме Спокойной тёщи А тогда простите А почему тогда сейчас Здесь истец стоит Можете мне объяснить Всё было нормально Ей всё нравилось Всё ей устраивало Но почему-то Два года назад Она начала Скандалы устраивать Истерики Подозревать меня В изменах Каких-то любовницах Как я к чёрту думаю Любовница Да ты расскажи Расскажи суду Как ты содержишь Уже два года Любовницу Весь посёлок Об этом судачит Да уже дошло до того Что она стала нам домой Звонить и рассказать Какая у вас высокая любовь А дети своих Ты не думаешь Через суд Заставила признать Моё овцовство Хоть я был не против Ну пошли бы взяться Написали заявление Зачем через суд Объясните Ну потому что У нас опять-таки Понимаете У нас не будет Хватить денег Потому что не пошёл Не пошли Отвечек Ну отвечек Отвечек Посмотрите на меня Пожалуйста Посмотрите на меня Ну вот Я прекрасно понимаю Что вот вы взрослый мужчина И вы всё время От меня отворачиваетесь Вам очень неудобно Сейчас Говорить то Что вы говорите Вы всё время Пытаетесь Вы не хотите смотреть Мне в глаза Да Получается ситуация Некрасивая Вы понимаете Мы живём в таком посёлке Где одно предприятие Зарплата у нас Максимум потолок Восемь тысяч В этой Как говорится Суммой мы и крутимся Я получаю Восемь тысяч Если сейчас Прописываются И дети И жена Мы автоматически Теряем Две с половиной тысячи На дополнительных Коммунальных Портежах Ответчик Вы можете Оформить Соответствующую Субсидию Потому что Лица У которых Совокупный доход Меньше Прожиточного Минимума А совокупный доход Рассчитывается На всех членов семьи Понимаете В чём дело Поэтому если Восемь тысяч Разделить на четверых То это будет заведомо Меньше Прожиточного Минимума Оформляется Субсидия Для соответствующей Доплаты Ваша честь Это всё хорошо На словах Закон есть закон Но когда начинаешь Этим делом заниматься За голову хватаешься Куча справок С тем поговорил С тем поговорил Весь посёлок Бегает за этой льготой Никто не имеет Отвечек Отвечек Я тоже не очень Тут могу с вами согласиться Потому что сейчас Для оформления субсидий Не так много нужно Документов На самом деле Поверьте мне Я считал на бумаге Что мы 2,5 тысячи Будем терять А треть зарплаты Дети останутся Без нормальных Качественных молочных продуктов Без овощей и фруктов Отвечек И вы хотите меня убедить Что в нашей стране На 2,5 тысячи рублей Можно купить Качественные молочные продукты И много-много фруктов Для детей Позвольте Я вам не поверю Ваша честь 2,5 тысячи Это 3 килограмма Бананов 6 килограмм помидоров 5 килограмм клубники 15 килограмм картофеля 40 баночек йогурта Вы не знаете Да наши дети За всю жизнь Только не съели Я копейки Здесь все отдаю И ты прекрасно знаешь Ответчик Ответчик Вы не знаете цен Простите меня Все что вы сейчас Я по средним ценам говорю Да нет Ну вы просто цен не знаете Видите вы сейчас Начинаете с такими Натуральными единицами Я вас уверяю Вы цен даже не знаете А он кует в магазин Вообще Хожу Люблю Так органы опеки Давайте Пожалуйста Ваша честь Мы конечно считаем Что ситуация просто Недопустимая Вот на сегодняшний день Мария Николаевна С двумя детьми прописана Если это можно вообще сказать Зарегистрирована В бывшем доме Своей покойной матери Я вам специально Принесла фотографии Это даже знаете Не деревня А хутор И вот это Деревянный сруб Который наполовину сгорел И вот на оставшихся столбах Он на ветру шатается Может рухнуть В любую минуту Это конечно шаг Отчаяние женщины Которой просто Некуда Зарегистрироваться С двумя детьми Я прошу Приобщить это К материалам дела Мы считаем Что отец должен Зарегистрировать Своих детей И жену В квартире Потому что Геннадий Сергеевич Я не помню Мы говорим О ваших родных детях Ляков О наших детях Говорим О моих детях Я о них забочусь И никаких проблем нет Ну как а что Закупить у вас дети Даже социально не защищены Мы считаем Она не работает И ей трудно устроиться Практически невозможно В поселке У нас сразу Третья часть бюджета Да голый им иди сейчас Старшему мальчику Мне как его там Оторвить И вот разговор Как глухого Снимаем всегда у нас Понимаете Ему говорим О детям Что их нужно зарегистрировать Он нам говорит О ценах О поселке Где безработица Головой думаем Так уж если Человек не понимает О чем с ним говорят Они эмоции Всю неделю Работаю Пошу И вот результат Вот она Вот это вот Два года назад И ничего страшного Если ты пропишешь детей Мы все будем жить спокойно И я не буду бегать По людям и попрошайничать А возьмите моих деток А пропишите моих деток А помогите мне Примужу-то живом Концент окон Нет Ситуация никакая Конечно Так Суд удаляет Для принятия решений Прошу себя встать А теперь Вернемся в зал суда Суд оглашает решение Принятое по делу Суд затушив Исковые требования Исца Возражение ответчика По заявленным Исковым требованиям Опросив свидетелей Простите Опросив в качестве третьего лица Представителей органов опеки Попечительства И приобщив их заключение К материалам дела Иск заявленный В интересах Несовершеннолетних детей Суд считает Необходимым удовлетворить И признает За несовершеннолетними детьми Ответчика Право пользования Жилым помещением По месту жительства отца Суд включает Несовершеннолетних детей В договор социального найма В качестве членов семьи Суд Выносит решение О постановке Несовершеннолетних детей На регистрационный учет По месту жительства отца В иске заявленной Истиции В своих интересах О признании за ней Право пользования На жилой площади Занимаемой По договору социального найма И регистрации ее По месту жительства Ответчика Суд считает Необходимым отказать Суд признает За несовершеннолетними детьми Ответчика Право пользования В квартире отца Потому что дети Фактически Проживают По месту жительства отца Посещают дошкольные учреждения И пользуются Медицинским обслуживанием По месту Фактического проживания Разрешая данный спор Суд исходил Из норм Семейного права А именно Право детей На заботу родителей И в том числе На их совместное проживание Что установлено Статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации Забота родителей О детях Включает в себя Удовлетворение Их жизненно необходимых Потребностей В том числе Материально-бытового характера И следовать на создание Нормальных жилищных условий Для детей Суд учел То обстоятельство Что по месту Жительства матери Детей нет Нормальных жилищных условий Для проживания И соответственно Для развития детей Признавая за детьми Право пользования На жилой площади Занимаемым их отцом По договору Социального найма Суд обязывает Включить Несовершеннолетних детей Ответчиков В договор Социального найма И зарегистрировать их По месту жительства На данной Жилой площади Суд не признает За истицией Право пользования В квартире И проживания По месту жительства Мужа Потому что равные Права с нанимателем Жилого помещения Занимаемого По договору Социального найма Приобретают Члены его семьи То есть Супруги Дети и родители Нетрудоспособные Жделенцы И другие родственники В случае их вселения С письменного Согласия Нанимателя В качестве Членов семьи В соответствии с правилами Статьи 70 Жилищного кодекса Российской Федерации В данном случае Муж истицы Как наниматель Не дает Письменного согласия На предоставление Истицы Равного с ним Право пользования В данной квартире Поэтому суд И отказывает В удовлетворении Заявленных Исковых требований Сам факт Регистрации брака Между истцом И ответчиком Не порождает У истца Прав На жилище В том числе И получение Права нанимателя Данной жилплощади Кроме того Истец Конечно Вам нужно было Немножко по-другому Сформулировать Свои исковые требования И я думаю Что органы опеки Наверняка Вам объясняли Обязательно Объясняли Что от того Что вы зарегистрировали Брак И суд поставит На регистрационный Учет детей Это не означает Что вы автоматически Встанете на этот Регистрационный учет Поэтому на самом деле Вам нужно было Просить что Включить детей В договор социального найма Они теперь такие же Наниматели Как и вы Ответчик Следовательно Так же Как и вы Имеют право пользования И сохранить за вами Право пользования И постановки На регистрационный учет До достижения Детьми Например Совершеннолетия Вот тогда Суд исходя Уже из фактических Обстоятельств И безусловно Из тех доказательств Которые представили Органы опеки То есть именно То место Где вы сейчас Зарегистрированы Вполне мог пойти На такое вот Как бы Предоставление Такой отсрочки А сейчас Правовых оснований Нет Потому что Пока ваш супруг Не даст Письменного согласия Вы не будете Поставлены На регистрационный Учет В этой квартире Истец Ответчик Суд огласил Своё решение Благодарит Органы опеки Дело закрыто Решение суда Иск удовлетворить Частично Дети должны Не только Родительскую любовь Получить Но и быть Социально защищенными Женщина Есть женщина Ну чего Надо бить Чем теперь Семью кормить Семью кормить